Приветствую вас, уважаемые зрители канала PeopleLive. Благодарю вас за то, что вы с нами. Благодарю за активность, лайки и подписки. Сейчас со мной на скайп-связи экстрасенс и украинская ведьма Мария Тихая. Мария, здравствуй. Привет. Мария, рада видеть вас, тебя, питомца пушистого. Поскольку у нас канал о торологии, и это место такое серьезное, то сейчас это, наверное, первый такой случай, когда наш гость, наш мастер с животным. Выглядит очень органично. У меня была ситуация, когда мы сидели и смотрели, и кот прибежал, сел там в зале. По-моему, у вас было, нет? Нет, такого не помню. А скажи, как ты чувствуешь? Животные же тоже чувствуют как-то экстрасенсорный мир. Вот если у тебя есть понятие предчувствия и интуиции, у питомца, у собак, они точно такие же есть, они передаются своим хозяевам, если они чувствуют какое-то волнение. Ну, смотри, кошки же видят много как бы миров, да? А собаки, они считаются вообще проводниками в мир иной, в частности, вот у мексиканцев, например. Сегодня была классная новость такая для, ну, не для любителей животных, просто классная, хорошая, добрая новость, вот. Когда в Сумах из-под завалов достали собаку, и я даже видел, кажется, в одном из чатов, что эту собаку уже почти, уже почти ей находят новых хозяев. Маш, тем несколько хочется обсудить с тобой. Первое, это, напомню нашим зрителям, что даже записи нашего эфира с Машей, 8 сентября. И, увы, поскольку в стране продолжается и идет полномасштабное вторжение России в Украину, Кривой Рог, больше 40 раненых, Сумы, трое погибших, Константиновка, там тоже десятки, увы, десятки погибших, мне кажется, с 17 или до 20 человек погибших и много очень пострадавших. Почему так активизировались оккупанты? С чем это связано? Может, связано с приездом Энтони Блинкена, госсекретаря США? Почему это сейчас так? Катать на Кривого Рога как раз-таки у меня сбылось. Девочки начали кидать, они выставляли сторис по прилету, куда именно оно проигралось. У моего интервью было две недели назад, как раз, видишь. Я же говорю, что у нас сбываются прогнозы, вот оно. Какой-то период времени, две недели. Почему стреляют? Ну, не связано ни с чем это, Леша. Ни с приездом, ни с чем, ни с отъездом. Связано с тем, что просто они уже офигели в край. Понимаешь? Вот и все. Нету никакой здесь причины. Просто война идет. Вот причина основная. К сожалению, я понимаю, да. Я просто фиксирую, знаешь, то появляется одна новость, и дай боже, что она была одна, такая новость, там, про обстрел города, а то в такой концентрации плохие новости. И у меня сразу же вопрос. Ну, во-первых, мы в первую очередь соблезаем искренне всем потерпевшим, и всеми им погибли. Держитесь. Держитесь. Просто других слов пока нет. Город Криворог. Вот у тебя хотелось спросить, связан ли этот город с тем, что это родной город президента Владимира Зеленского? Нет? Вообще, я смотрела этот вопрос. Ну, хорошо, давай так. Они туда гадят, потому что это родной город Зеленского. Нет. Нет, видишь, четверка мечей палит. Вообще не по этому поводу он. А по какому? Что им нужно от Криворога? Ну, в частности, Криворог, смотри, то есть это какие-то... Туз Кубков падает, вот, из семерка Пентаклей. Знаешь, вот Туз Кубков это вообще наполнение, да? То есть Туз Кубков часто это полная чаша, короче, да? Очень часто Туз Кубков, ну, понятное дело, что на водосхоба еще он падает, да? И очень часто Туз Кубков падает на какие-то споруды, которые очень дорогие, там, дорого-богатые и все остальное. Короче, если вопрос этот тут проанализировать, да, и вот ответ просмотреть, тут четко показывают, что просто они хотят максимально больше разрушить для того, чтобы мы все это потом перестраивали, воссоздавали и тратили деньги на это, на все. Понимаешь, в чем дело? Вот и все. Туз Кубков перевернутый упал, вот, смотри. Максимально больше было трат. Трат, жертв, и... Да, да. Я так понимаю, что обессиленного опущения рук, я вот, ну, такая сложная конструкция, потому что хорошо, когда в городе, который не находится близко к нулю, по одному воспринимаются новости, это не хорошо, не плохо, по одному воспринимаются новости, а военные, которые видят эти новости, это же тоже очень бьет морально. Я не знаю, насколько корректно будет спросить, повторятся ли удары конкретно в этих городах, Криво, Роксума, Константиновка, как это лучше посмотреть? Или возможно ли повторение таких атак в других городах? Давай. Да, просто, ну, смотри, повторятся атаки, просто, пока война будет, у тебя атаки будут повторяться, и масштабные атаки тоже будут. Конечно. Ну, Роксума, это же город, который близко к границе с Россией. Да, я знаю, мы смотрели, вот, что в ближайшее время обстрелы будут, как раз обстреляли его. Повторятся, вот, тройка мечей, император, конечно, но военное положение, война идет, конечно, повторюсь. Да, я просто с каждым разом, с каждой нашей встречей, я понимаю, что, я такое горное слово безглуздо, безглуздо запитания, повторятся ли? Ну, риторично, точно, точно повторятся, но, увы, не можем угадать все стопроцентно. И так, знаешь, если это нужно смотреть конкретные города. А скажи, пожалуйста, что нужно конкретно сейчас, в этот период, оккупантам от Одессы? Уничтожил им ночью 24 беспилотника с 36, по-моему, шахида. Что является целью в Одесской области, повторится ли подобное? Честно говоря, мне юг очень сильно сейчас фонит, но все это знают, тоже это уже говорила, то есть это не новость ни для кого, очень сильно. Прямо, когда на юг настраиваешь, меня штруханить начинают. И сразу вспоминаю тот сон, я тебе рассказывала, да, его касательно темного моря, вот это уже рассказывала, да, тебе? Напомни, пожалуйста. Ну, там, где я делала шаг, и море вышло с берегов, темное море, и куча людей в море. Не помню, не помню такого разговора у тебя. Как было? Ладно, просто уже бездерзно. Ну, смотри, хорошо, то есть, получается, я стояла, то есть, я помню четко, мне казалось, что это Одесса тогда. То есть, я стояла где-то между деревьями, я сделала шаг, и, получается, я видела море, то есть, ночь была, темное-темное море, черная вода, и куча людей плавала. Я ступила шаг к морю, и море вышло с берегов. И помню, что я проснулась, у меня такое настроение ужасное было, полная дичь. И, то есть, я прекрасно понимаю, что будет какая-то ситуация связана с морем. То есть, я так по картам посмотрела, то есть, показывают какие-то морские бои, да, вот. Ну, черное море, но я не знаю пока. Сейчас возле Одессы боев в море, ну, я не слышал, во-первых, такой новости, возможно, оно и есть, но мы об этом не узнаем. Я не думаю, что пока оно есть, но посмотрим, потому что моей знакомой, вот, плюс-минус, в одно и то же время со мной снился сон про Мариуполь. Тоже черное море, тоже люди, то есть, там вот такая какая-то тоже ситуация была. И потом я начала, вот, когда сон рассказал, начало, получается, общение от людей о том, что им тоже подобное сниться про море. После того, когда такое видела, про черную воду взорвали Каховское. Поэтому у меня очень большой вопрос здесь. Слушай, ну, мы тогда обязаны. Во-первых, наши зрители, напишите, если вам вдруг тоже снится такой сон, может такое быть, что многим людям снится один и тот же сон? Если снится один и тот же сон, такое быть может, значит, какое-то событие будет. Если одно и то же снится всем. Давай посмотрим, пожалуйста, Одессу на ближайшее время, Одессу и Одесскую область. Ближайшие недели, вот, от 8-го и сентября до 15-го. В Одессе там порты нужны. То есть в Одессе нужны порты. Я знаю этот город Рани, или как он называется, в Измаиловском районе, да, то есть у Овечного пострелива, там как раз порты. Там попадают по портам. Может быть, попадание, вот, карта башни падает. Мне просто, я уже это говорила на интервью, опять то же самое показывает. Мне показывает здесь, что где-то это возле... Вот видишь, вот, помнишь, был прилет, вот, Верховная Жрица, там церковь, прилет был. Да, разрушали ее. Вот, а где-то возле этого места, прям четко-четко показывают. Туда, в ту сторону. Это Одесса. Церковь, угу. Возле этого места там неразрушенная церковь была, да, куда уже летела. Ну, это, ну, тоже уже говорила, то же самое показывает сейчас просто. Помню, это был Переображенский собор, ты имеешь в виду, тот, который в Одессе. Да, 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 да. Слушай, а вот ты сказала про город Рани, у меня прям тоже следующим вопросом хотел задать тебе. Этот инцидент с обломками беспилотников, он был случайным или не случайным, потому что мы понимаем, что может быть не случайным, а там НАТО начинается заявлять и говорить, что на самом деле это выпадковесть, не было преднамеренной атаки России и реагировать на это не будут. Ну, неужели Россия пытается таким образом тоже втянуть Румынию в конфликт, в войну? Случайно или не случайно обломки, которые впали на территорию Румынии рядом с Кабронией? Россия, если направлено, была целью? Да, не думаю. Не думаю уж и специально, потому что десятка жезлов. Как-то они переусердствовали, типа. Ну, тоже, понимаешь, реакция НАТО, вот, они будут реально глаза закрывать на все? Ну, вот, это, Маша, это цитата прям преднамеренной, сейчас, сейчас, этот инцидент не был преднамеренной атакой России и реагировать на это не будут, это генеральная. Нет, преднамеренной атакой это не было, я тоже согласна с этим, но, помнишь, в Польше тоже упали осколки, убили человека когда-то, то есть и такая же реакция была. Что это за реакция НАТО, ООН, что они себе вообще позволяют, это вообще как-то. И поэтому Россия, понятное дело, что она будет стрелять дальше, потому что Россия понимает, что им всем пофиг на это, они все боятся. Ну, такое. Я понимаю, что было не специально, это Пакарнов тоже показывает. Типа, они переусердствовали, а-ля. Валя, сколько? Ну, так и что? Какие-то меры можно принять было, я считаю. Ну, хоть что-то сделай, вообще ничего, даже санкции уже не ввели, не усилили, посмотри, вообще ничего не сделано. Ничего. Ничего, отсутствие реакции, бесполезная, бесполезная организация получается, НАТО. И это уже часто даже говорят сами украинцы, и никак, никаким образом не реагируют на это. Даже если ты помнишь, раньше писали посты, тегали, написали хэштеги НАТО и так далее, то сейчас это даже, даже этого не делают. Спасибо, спасибо тебе большое за ответы. Есть еще следующий важный вопрос, если зрители следят за новостями. Что прячут депутаты Верховной Рады от народа? Почему спрашиваю так? Потому что депутаты проголосовали за то, что еще один год их декларации будут закрытыми. Сколько там денег, что они делают, на что их берут и так далее. И сейчас проголосовало 80 тысяч людей, подписали петицию, чтобы Зеленский заставил их открыть эти декларации. Ты знаешь, тебе так скажу, даже если декларации откроют, по ощущениям, по моим, там не будет правды в этих декларациях. Там будет преуменьшено все набор. Поэтому то, что их откроют, то, что не откроют, вот абсолютно от слова совсем без разницы. Понятное дело, что депутаты будут выпендриваться, потому что это же в частную жизнь, в личную, влезть. Но я согласна с тем, что нужно это сделать. Но опять-таки, я чувствую то, что даже если это будет сделано, в этом реестре не будет правдивой информации. Это все максимально будет туго сжато, вот так вот. Хорошо, откроют ли вообще? Давай посмотрим, откроют ли его этот реестр. Ну, пока думают. Двойка Пентакли. Пока еще решение не принято. Понимаешь? А хорошо, итог, итог какой. Могут, могут открыть. Пока еще думаю, пока еще так. Я так понял, что по голосам там не сходятся. Ну да. Не нашли буквально 26 голосов. 26 буквально голосов для большинства, чтобы открыть. При том, что все чаще и чаще появляется цей нарратив с Радонькой. И все чаще и чаще мы видим, как волонтеры собирают тысячи гривен, 50, 60, 70 тысяч, 100 тысяч гривен. А Резников говорит, что 100 миллионов долларов уходит на войну в день. 100 миллионов долларов и условный миллион гривен против... Ну, понимаешь? Кострима, конечно. И появляется чувство, что действительно люди, которые сейчас у власти, они воруют и прячутся от народа. И чтобы это не получилась такая, знаешь, модель Москвы, когда с помощью военных депутаты будут сами себя защищать от народа. Ты знаешь, в момент того, что там воруют власти, ну, мы не конкретно про власти теперешние говорим, мы говорим вообще полностью, да, пообщаем про всех. То есть это как бы понятно, что каждый там... Ну, это все и так понятно было, что все воруют, все. Но, понимаешь, если бы они воровали и делали что-то бы для людей, да, вот именно, да, как-то оно было... Это одно дело. А когда каждый хочет заработать побольше, это понятно. Но когда ты же воруешь полностью, все в карман, в одно рыло, как говорится. Пацаны-голые боссы сидят, там, голодные, да, то это как-то уже переходит все границы, наверное. Поэтому вопрос возникает теперь, вот как бы коррупция, мы с ней боремся, или у нас оно все на стопе стоит? То есть как вообще, в какую сторону оно движется? Давайте посмотрим вообще сейчас. Касательно коррупции, то есть вообще, как оно у нас. Защищаем коррупционеров или нет? Ну, пытаются там что-то делать. Видишь, то есть трёх и кубка падают. Пытаются, пытаются они. Ну, и недостаточно. Понимаешь, карта вот смерти падает. Недостаточно. То есть как бы есть, но недостаточно. Тяжело, десятка жезлов, понимаешь? Очень много скрыто, очень много в офшоре, очень много уехало. То есть это всё вот, ну, короче, это каша. Вообще война и лица страны. А как ты думаешь, почему так происходит? Почему так происходит? Почему люди, ну, это же мы же страна. У нас же есть вот менеджеры, наши депутаты. Почему сейчас воруют больше, чем в мирное время? Хотят ухватить кусок перед тем, как уйти? Потому что, понимаешь, война – это всегда заработок денег. Это очень большая трата денег, и также очень большой заработок денег. Это факт. И понятное дело, что сейчас они прекрасно понимают, что столько проблем в стране, что... Не дает. Может, и не дойдёт. Тупо не до этого просто, и всё. Ну, вот такие есть люди. Есть, ну, извините, есть гниды. Очень много есть таких людей. При том, что коррупция есть везде. В Европе, в мире, но там... Там не так оно всё. Из-за того, что идёт война, все, что называется, в хоботах, ну, все заняты, и есть другие первоочерёдные задачи. Не хватает людей, которые будут следить даже за теми же, кто должен следить сам за собой. Очень жаль. Очень жаль. Очень жаль. И ты осознаёшь ещё, что нас в ЕС, в ЕС могут и не брать, и не приглашать, потому что пока мы не вылечим эту коррупцию, насколько это сложно вылечить, этот рак? Ты знаешь, уже посмотрев просто на реакцию НАТО, там, ООН, реакцию всех остальных на ситуации, которые происходят в мире, да, уже не хочется никуда вступать. Я думаю, что люди прекрасно всё понимают. Вот сейчас, мне кажется, сделать опрос, то уже как бы никто ничего не хочет. Уже просто все хотят одного, чтобы от Украины отстали. Все причём, со всех сторон. Кстати, непопулярная мысль, но так и есть. Ну, непопулярная, потому что она не выносится, но большинство начинает так думать. Это правда, это правда. Ещё плюс ко всему в долгах сейчас будем огромных, из-за того, что мы же брали оружие и всё остальное. Война закончится, я не знаю, что будет. Потому что я когда смотрю вообще дальнейший год событий, будет ли война в мире, мне показывают именно бюджет и показывают башню. То есть там прям совсем по бюджету трещина во всём мире. Очень большая. Очень большие проблемы будут с финансами. То есть может быть какой-то там кризис даже финансовый? Да, я уверена, что будет он. Я вот уверена в этом практически. На 100%. Даже не практически, а вот на 100% уверена. Ну, это в обозримом таком будущем? Год три? Или... Ну, потому что кризис мировой во всём мире. Да. До года два, я думаю. Ой, а когда же жить жизнь? Ну, надо жить в любом... В любое время стараться, понимаешь? Привыкать. Но тут по-другому никак. Только привыкать и всё. А что ты сделаешь? Мы не можем повлиять на это. Ты же понимаешь, да? Да. Большие дяди сидят, они считают, что они могут как-то повлиять. Они считают, что они решают, решат судьбу и так далее. Это всё. А люди, к сожалению, зачастую, они не принимают никакие решения абсолютно. Так, всё. Давай от пессимистических ноток отойдём. Это да, но всё равно верим в лучшее. Ну, конечно. Пусть реализуются лучше. Маш, помоги ещё разобраться с женщинами. Женщины, имеющие... Ну, я так подвожу к вопросу. Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воённый учёт с 1 октября. Вышла эта новость, буквально вчера, сразу же началась по чатам и сайтам тревога. Такие женщины... Что это значит для женщин вообще? И насколько это этап, который о чём говорит? Когда женщин, медиков ставят на учёт, насколько всё... Женщин, медиков ставят на учёт, насколько всё плохо? Давай, да. Или спросить другой какой-то вопрос. Не, ну я не хотел озвучивать, но да, ты озвучила. Я так... Да, давай, давай, давай. Насколько всё плохо? Или, может, это просто обычная процедура? Ну давай, для чего? Для чего их ставят, да, на учёт, женщин, медиков? Да. Не хватает. Не хватает рук. Вот, четверка мечей падает. Очень много... Я не говорю про смерть сейчас, да. Я не говорю, что много там, как бы... Много и пацанов покипло, и медиков много. Но здесь показывает чётко, касательно того, что не справляются. Нету возможности, да. Вот умеренность выпадает. Очень много медиков занято, да. На войне очень много прям... Необходимо больше, чем есть. Понял? То есть, по сути, да, действительно, это делается для того, чтобы как-то вот был какой-то оборот, и привлекать будут их. Я в этом уверена. Слушай, тогда маленький такой подвопрос. Привлечённые женщины, они... Вот как ты через карту увидишь, они будут передавать какие-то свои медицинские знания или будут медиками ближе к линии фронта? На передке, я понял. Сейчас, за чего медики, да, нужны такие знания призвать, да. Смотри, не совсем, я думаю, что все будут на линии фронта прям, да. То есть, как-то это ещё останется пока по собственному желанию. То есть, как-то так. Больше всё-таки про знания здесь. Карта смерти, вот, если Пентакли, это больше медицинские знания, потому что карта мага, да, то есть, врач. То есть, нужны врачи именно для инфы. Да. Пентакли, для инфы. Передок по своему желанию пока. То есть, нету обязан никакого здесь, не вижу её, да. Чисто для того, чтобы просто как-то медицинскую эту развивать, потому что у нас, конечно, проблема очень большая. Всё лучшее там сейчас, понимаешь? О, я, значит, правильно почувствовал вопрос, потому что, я так понимаю, что женщины, которые отучились на фармацевта или медика, у них есть определённое образование, они могут передать эти знания, они могут даже делать, что называется, цивильная медицина, да, когда учат. Цивильная медицина – это когда делают открытые уроки для цивильных граждан. Да, возможно, кстати, вот так и будет, что информация, получение информации, то есть уже специалисты. Не вижу я там того, что прямо на передок, знаешь, их отправляют сразу, кто писал там, что я на передок. Нет, там пока пожелание остаётся. Да, при том, что там ещё такая деталь, что нельзя будет выезжать за границу таким женщинам, но там другая деталь, что это только тогда, когда женщину поставили на военный учёт, ну, то, что она как военный. Я пока думаю, что можно будет за границу уезжать, всё это формальности. То есть пока не чувствую ничего такого, прям ограничения для женщин полностью. Чувствую классно у вас. Благодарю тебя, благодарю за ответ. Уважаемые зрители, может, среди нас есть женщины с таким образованием. Напишите, что вы знаете об этом, наверняка где-то эту информацию для вас больше приоткрыли. Ещё буквально три вопроса, и два из них о конкретных людях. НАБУ сообщило Коломойскому о подозрении в завладении средствами 10 миллиардов гривен. Я не буду спрашивать, там, посадят Игоря Коломойского или нет. Мне просто интересно, как ты видишь, как эта история дальше будет. Во что она вылез? Что будет дальше, если можно так спросить? Что будет дальше с Игорем Коломойским, при том, что он сейчас сидит? Я думаю, что как-то возможно будет всё это решать с ним. Только кубка просто, видишь, падает здесь. Он убежит с Украины или останется на территории? Сейчас. Пока не видно, что он едет куда-то. Пока не вижу. Но карта мира падает на итог, то есть он может уехать потом в дальнейшем. Ну, что ж, я просто даже не знаю, что спрашивать. Я даже хотел спросить, а он реально 10 миллиардов гривен? Ой, Лёш, там помимо Коломойского я тебе так скажу, знаешь, ой, сколько их там всех. Ой, блин, я даже нечего сказать. Это когда, знаешь, типа там кого-то принимают, типа все такие, ой, класс, наконец. Да вы не знаете, сколько там ещё. Вы даже не представляете себе, сколько их там, ребят. Сколько ещё таких, которых никто не знает? Конечно, естественно. Поэтому, ну, такое, я не знаю, меня никогда это не радует, мне как-то так оно параллельно прям. Не, ну, громкая новость, такой. Да, но. Такой одиозный бизнесмен. Хорошо. Это замечательно всё, ну, что теперь? Вот хорошо, вот его вот там приняли, что дальше? Коррупция меньше стала у нас? Нет. Нет. Ну, что? Вот что теперь? Я не понимаю просто, честно, радости в этих новостях у всех. Ну, я про людей, да, сейчас говорю? Ну, тех, знаешь, радуются, что это как есть понятие козёл отпущения. Радуются и думают, я точно так же не думаю, что вот посыплю. Понимаешь, там под Коломойским ещё есть Коломойским, под Коломойским и над Коломойским столько всего, что там, я не знаю, даже сапориться в этом всём. это. Ну, я думаю, что всё равно выпустят, честно говоря, мне кажется, что как-то повлияют. Интересно будет последить, по какой причине выпустят, знаешь, это же тоже там сформировалось. Ну, мне кажется, что может, ну, может, денег заплатят. Это как с этим, блин, как его, патриарх этот, блин, Mercedes, тоже самое. Павел, Павел, да. Заставу, заставу, чтобы он нести, да. Хорошо. Давай, давай ещё вот разберёмся с Илоном Маском. Я никогда не думал, что мы будем обсуждать Илона Маска. А там вышло такое. Появилась новость о том, что в 22-м году, в прошлом году, Илон Маск тайно приказал выключить Старлинка у побрежья Крыма, чтобы помешать украинской атаке на российский флот. Потом же вышла новость о том, что нет-нет, он имел в виду совершенно другое. Я спрошу проще, Илон Маск, он за Россию или за Украину, или за что? Я вообще утерпеть не могу, если честно. Мы посмотрим. Он такой скользкий тип для меня, по ощущениям. От него прям хорошо. За Украину или за Россию? Прямая вопроса у Маска. Чтобы не юлить, потому что... Все, а тут уже не надо даже юлить. Тут четко показала Россия. Вот десятка кубков, Ирофант, король мечей, и все. Все. Могло быть. Украины первых кубков нет. Могло быть такое вполне. Приказывает отключить военным нашим Старлинки, чтобы защитить как-то диктатора Путина, да? Ну, не думаю, что такое. Хотя, подожди, сейчас, секундочку. Восьмерка, конечья, открою. Не думаю, что такое было. Мне кажется, как-то что-то придумали где-то, как-то его, подарок, но то, что у него связь с Россией, то, что он поддерживает Россию, это 100%. Ужас. И потом отключал, что он не отключал. Если падает по картам, 60 кубков, карта семьи на Россию. Ирофант, то есть он с высшими чинами там братается, понимаешь, потому что можно здесь сказать. Рубить выставкой по-новое. Есть еще выражение. Хорошо, благодарю. С маском разобрались. Последний вопрос. Буданов, ты наверняка фамилию слышала. Недавно был день рождения разведки украинской. День рождения. День. День просто. День работников разведки. Буданов заявил, там было интервью как раз в этот день, он заявил, что есть препятствия со стороны России по вопросу обмена пленными в формате всех на всех. Но Украина готова их преодолеть. Когда Буданов говорит, что Украина готова их преодолеть, если есть какие-то формальности, уже говорит о том, что вопрос может зайти в позитивное русло. Как ты видишь, может ли быть обмен пленными по формуле всех на всех между Украиной и, прости господи, Россией? Смотри, я уже смотрела вопрос тоже, ну, я не конкретно смотрела, сейчас я тебе расскажу, объясню. Мне показывало как раз таки, что там есть проблемы действительно, мы не можем договориться. Я так понимаю, что Россия хочет бабосики. То есть России надо еще как-то платить за пленных. То есть такое там падало, потом и там писали в комментариях, что что-то такое реально поднималось. Ну, короче, я комментарии читаю, но так, пропускаю много, немного глаз. Вот, поэтому я практически уверена, что дело в деньгах там и дело в каких-то людях. Мне кажется, что они хотели кого-то в списках увидеть поярче, побольше в плане должности. Там его нет. я предполагаю, я предполагаю, потому что я когда смотрела вот даже там некоторые территории, там в пленных есть, это не генералы российские, но какие тут майоры, что-то такое. То есть есть там они в плену. Я так понимаю, что мы не хотим их отдавать. Вот. И Россия выпендривается и за денег тоже. Поэтому пока там повешенный падал на этот вопрос, но давай посмотрим вообще. Я просто видела обмен меньше немножко. То есть не всех на всех, а там до, по-моему, 46 людей показывала, до 60. Как-то вот так. Давай посмотрим. Будет ли обмен всех на всех. Пока опять повешенный падает. Смотрите, пока нет. Пока нет. Человеком нет. И очень много, я тебе так скажу, очень много хотят вернуть домой именно погибших. Тоже не дают они. То есть там вот даже с этим проблемы есть. Не только живут. А в итоге будет вообще обмен всех на всех? В конце... Работают над этим. Тройка Пентакли падает, работают. Пока нет. Двойка Пентакли. Пока нет. Вот как-то половина. Вот не все все равно. Ну, это, наверное, бы означало конец войны. Вот сейчас мы договорим. Я сейчас почитаю, как это в истории происходило, когда войны заканчивались. В полном же случае происходит такой обмен. Мы искренне желаем, чтобы все защитники, все герои Украины вернулись домой, к своим семьям, сейчас находятся в плену. Все. Пусть все будет хорошо. Спасибо, Маше, за разговор. Мы, в сути, такое большое количество и таких разных тем. Благодарю. Друзья, со мной на связи была Мария Тихо, экстрасенс, украинская ведьма. Подписывайтесь на ее все соцсети. У Маши канал свой появился. Обязательно также подпишитесь, ставим ссылочку и напишите в комментариях, что вы думаете. Что вы думаете по поводу Илона Маска и Коломойского. И даже, вот мне интересно услышать, что думают женщины по поводу постановки на учет с 1 октября. На этом пока что все. Это канал People Life. Благодарю, что с нами. До встречи в следующих видео. Украина переможе. До свидания. Пока.